Итак, мы выяснили, что представление группы Лоренса в виде матриц 4х4, действующих на 4 вектора, является лишь одним из множества возможных. Мы определили новые матрицы N+, N-, из генераторов поворотов и бустов, и нашли их коммутационные соотношения. Используя символы Левичи Виты, все их можно записать тремя строчками. Коммутаторы N+, совпадают с коммутаторами алгебры SU2. А поскольку набор коммутаторов полностью характеризует алгебру Ли, то выходит, что три матрицы N+, являются представлением алгебры SU2. То же касается коммутаторов трёх матриц N-. Последний коммутатор говорит, что N+, не зависит от N-, Их можно рассматривать отдельно друг от друга. И мы таким образом видим, что представление алгебры Лоренса можно классифицировать с двумя числами, каждый из которых принимает либо целые, либо полуцелые значения, в соответствии с классификацией представлений алгебры SU2. Давайте теперь рассмотрим некоторые из этих представлений подробнее. Самое простое – это представление 0,0. Оно тривиально. Это матрица 1 на 1, то есть числа. Единственное возможное число, удовлетворяющее коммутационным соотношениям для N+, и N-, это 0. Таким образом, элемент группы, получаемый экспоненцированием, равен 1. Это тождественное преобразование, ничего не делающее с объектом, на который оно действует. И такое представление называется скалярным представлением. Скаляр как раз не меняется при действии элементов группы Лоренса. Второй по простоте представление обозначается числами 1,2 и 0. Первое число – это представление J района 1,2 в терминологии 17-й части цикла. То есть три матрицы N+, это просто матрица Паули с коэффициентом 1,2. N- по-прежнему остается нулем. Теперь мы можем вернуться от N+, и N- к генераторам поворотов J и бустов K. По определению N- равно J минус ИК, деленное на 2. И оно в данном представлении равно нулю. Соответственно, J равно И умножить на K. N- по определению равен J плюс ИК, деленное на 2. Поскольку J равно И умножить на K, то N плюс равно И умножить на K. Но N плюс – это 1,2 матрица Паули. Соответственно, матрица Буста K равно минус И делить на 2 умножить на Сигма. Поскольку, как мы нашли, J равно И умножить на K, явный вид матрицы поворота J равно 1,2 Сигма. Таким образом, мы нашли явный вид матриц генераторов поворотов и бустов в данном представлении. Заметьте, что мы получили матрицы 2 на 2, а не привычные 4 на 4, из которых мы исходили. Элементы группы находятся экспоненцированием генераторов. Таким образом, матрица поворота R равна Е в степени И умножить на Альфа на 2 Сигма. А Лоренцев Буст – Е в степени Альфа, деленное на 2 Сигма. Безмонимые единицы в экспоненте. Сравните с тем, что у нас получилось в 13-й части, когда мы говорили про спиннеры. Результат у нас почти совпал. Отличается только половинный угол и знак минус. Ну, угол отличается, потому что там мы брали за угол поворот в спиннерном пространстве, а сейчас угол соответствует повороту в обычном пространстве. А как мы выяснили, поворот спиннера на угол Альфа в спиннерном пространстве соответствует повороту на угол Альфа на 2 в обычном. А знак минус не совпал, потому что мы переопределили матрицы генераторов в предыдущей части, и повороты у нас теперь в противоположную сторону осуществляются. Сори за такую несогласованность обозначениях. Объекты, на которые действует данное представление, называются спинерами Вейля левой хиральности, или просто левыми спинерами Вейля, в честь Германа Вейля. Их можно представить в виде двухкомпонентного вектор-стопца с комплексными компонентами. И как мы видим, над ним можно произвести как обычные повороты, так и лоренцевые бусты. Ну и как вы наверное догадались, если мы проделываем все те же самые операции применительно к представлению 0,1,2, то получим правый спинер Вейля. Представления 1,2,0 и 0,1,2 не идентичны, потому что не идентичны определения операторов N+, и N-, они отличаются знаком минус. Этот знак минус всплывает в генераторе бустов. В случае правых спинеров Вейля они преобразуются по следующим формулам. В экспоненте для бустов появляется знак минус. Правый и левый спиннеры Вейля похожи, но не идентичны, потому что они по-разному преобразуются при лоренцевых бустах. Это примерно как вектор и дуальный вектор из цикла специальной теории относительности. Спиннер можно мыслить как простейший математический объект, который можно подвергнуть преобразованиям Лоренца. Обычные 4 вектора специальной теории относительности в этом смысле не являются фундаментальными. Как мы увидим, их можно составить из двух спиннеров. По аналогии как тензор второго ранга можно мыслить как 2-4 вектора. Продолжение следует...